это немецкое оружие войска вермахта им укомплектовывались самые распространенные карабин к-98 маузер а он копанный да это он копанный восстановленный до переделанный под охолощенный патрон как всегда сделанная штифтовка чтобы невозможность было ствол распиливается здесь вставляется здесь штифт чтобы невозможно было отсюда что-то вставить и вставляется здесь штифт но здесь сейчас не увидите хотя на просвет можно увидеть наверное вытаскиваете затвор и на просвет видно что там внутри ствола тоже есть видно там внутри ствола тоже есть штифты это все оружие уже сделаны используют возможность выстрела боевым патронам так дальше по немцам так как немцы занимаются дальше карабин мусина это советские войска комплектовали семьи в основном карабин использовался у пехотинцев были винтовки а карабином основном укомплектовывались артиллерийские кавалерийские части но это короткая мосинка это укороченный мосинка винтовка мосина укороченная просто кавалеристам было удобнее с винтовкой было на лошадях неудобно тем же артиллеристам у них как сказать по штату должно было оружие винтовка была неудобна слишком длинная была поэтому для отдельных частей были использовались кавалерии эти карабины мосина здесь заряжается значит он так вот сюда вставляется 5 патронов что суда 5 патронов тоже в обойме то это да да можно здесь можно через низ через низ вставлять можно через верх есть специальные обоймы металлические уже готовые которые и сразу 5 патронов заряжается и либо по одному засовывать то же самое также штифтовка стоит и здесь и здесь отливки все это уже переделано полностью из боевого переделана под охолощенный дальше по пыша но по пыша уже чуть более поздний сорок второго года вот он сорок второго года это 36 года это сороковых годов не могу точно знать сказать даты не сохранилось сорок второго года он на начало войны он отличался здесь мушка была незакрытого типа она была открыта прицельная планка чуть другая была здесь такого плана стояла отличие было и сорок третьего года он начал комплектоваться еще рожком вместо барабана а что удобнее вообще ну как сказать немножечко вот этот он был неудобнее было надежнее здесь было больше запас здесь 72 патронов здесь 30 патронов здесь бы комплект был больше но вот эти чаще давали они удары вмятинка где-то они клинили поэтому не очень надежные были эти были более надежные это взводится это переключатель одиночный или автоматически вот так автоматически так одиночная это предохранитель на нем вот он пазик специальный вставляется все затвор не диет а и вот так вот это он в таком положении его можно поставить можно в заведенном положении вот так же поставить на предохранитель и тогда как стрелять сразу то есть снимать и заряжен все разборка его очень простая лихо у нас вытаскивается все очень простой почему его лишь упущен просто очень простой тут нету сложных деталей все изготавливалось очень легко и просто сюда и вам еще про да он он проще было там было на нем и этот был слишком скорострельный до 1000 выстрелов боекомплект очень сильно расходовался он сделал увеличил длину затворной коробки вот это больше ходила да она дольше ходила и скорострельность снизилась до 600 выстрелов за счет этого но сюда вы считаете самый лучший пистолет пулемет ну-ка ну единственно что он вышел очень поздно он на конец войны вышел нажимается снизу кнопочка одной одним пальцем отодвигается скрывается здесь взводится пружина в зависимости от сколько тебе патронов надо можно чуть-чуть можно больше устанавливаются патроны опять же снизу нажимается это ослабляет пружина и куда тебе надо ее выводишь все